Ну подождите, мы это уже проходили в 1812 году, 1812 году, когда ее не стало практически, и ничего страшного не произошло, это была дикая трагедия. В октябре-ноябре 1941 года, когда Москва была практически под вопросом находилась, и город бежал, и паниковал, и мои родители очень мне все это в красках рассказывают, я все очень это представляю. Поэтому представьте себе, что я вернулся и вместо Москвы ничего нет, я теоретически могу, мы смотрим фильмы-катастрофы, но тогда это будет Санкт-Петербург, или Екатеринбург, или Самара, или Казань. Вы знаете, я вам уже говорил сегодня, чем страшнее беда, тем хладнокровнее мы должны относиться к тому, как мы будем из этой беды эту проблему решать, я считаю. Если так с юмором подходить, если мы пришли и города уже нет, а мы очень любим, Москва-река-то осталась, надеюсь, ну, заново будем строиться, начнем опять. Но уже не будем совершать эти ошибки, может быть, ни глинку не будем в трубу убирать, пусть себе течет. А Воробьевы горы останутся у нас на том же месте, и, может быть, не надо эти высотки такие огромные делать, может быть, сразу продумать и не делать радиусы и окружности, а сразу сделать прямые углы. И чтобы, выходя на Тверскую, я видел Шереметьево с той стороны, как торчит. Я думаю, что в этой катастрофе, в этом ужасе из этого можно извлечь очень положительные какие-то... То есть мы можем не повторять тех ошибок, которые мы уже совершили, город совершил. Я назад отмотаюсь. Сейчас я выключу его. Вов, у меня съемка, сейчас перезвоню. Алло. Так, все выключу. Сейчас, куда? Мы можем... Да. Отматывая все это назад, как бы, к тому времени, когда к 1147 году практически, мы можем заново создать город. Это утопия такая. Не совершая тех ошибок, которые мы в городе совершили. Сделать его более совершенным. Не трогать леса. Может, и поля не трогать. Я думаю, город может существовать и не в такой... Не в таком сгустке, в котором он... Вот эта концентрация того, чего может и не быть, ее, если так продумать... Я видел такие города в своей жизни, в том числе европейские, небольшие. Мне кажется, это вполне нормально. Вот этот город, где живут управленцы, вот этот город, где живут ученые, а все это один город. А вот это район, где живут, там, я не знаю, те, кто в казино ходят. Ну, фиг с ними. Пусть ходят, раз им так хочется. Забор повыше сделаем, и пусть они там гуляют.